В желтом сборная российских немцев, в синем алтайских. Две, казалось бы, разных команды едины корнями. Поэтому противостояние у них только в спорте, а в жизни дружба. Да и матч товарищеский в рамках укрепления национальных отношений. Самое большое количество российских немцев в стране живет в Алтайском крае. И это для нас такой важный пункт здесь. И второе, у нас большая дата в этом году, 260 лет, манифесту Екатерины II, которым она пригласила иностранцев селиться в Россию. На счету сборной российских немцев «Русдойч» участие в европейских играх в Германии и Италии. Однако товарищеские матчи в качестве тренировки не повредят. Ведь команда зачастую обновляет состав и нужна сплоченность. Объединяются не только на поле. В свободное время мужчины готовят народные блюда или учат немецкий язык. Там мы соревновались в плане кулинарии со всякими блюдами. И вот, и ребята, условно, мы покушали. И прежде чем заниматься своими делами, кто-то там куда-то уйти, мы сразу резко начали все убираться, столы вытирать. И даже наш один из организаторов говорит, ну вот, сразу видно, говорит, ну немцы, они в основном сразу там покушали, убрались сразу, говорит, сразу видно уже русские немцы. Но объединиться на поле поначалу никому не вышло. Может, иностранцы не оценили наш газон или трава была скользкой, но мячи летели мимо. Потом спортсмены российской сборной вспомнили тактику немецкого футболиста Франца Бакенбаура. Алтайская команда подслушала и рассказала ее суть нам. Тактика 5-3-2, получается, наигрывали, получается, там больше наигрывали мы стандарты, откуда они будут подавать, кто будет забегать, где будет страховать. Вот это вот все изучили, сейчас парням пойду расскажу, сейчас по секрету. Но даже зная секрет противника, сборная края была повержена 4-1 в пользу российских немцев. Накануне сборная «Русдойч» успела сыграть с «Динамо», а сейчас заканчивают сражение с «Темпом». Следующие матчи проведут в селе Гальпштадт немецкого района. А уже 23 сентября немцев края и России объединит культура. В ДК города пройдет национальный фестиваль. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.